Всем-всем огромный привет! Сегодня я хочу выполнить запрос, который очень-очень часто поступает ко мне в личные сообщения. И я даже не знала, что эта проблема настолько актуальна. И суть проблемы заключается в том, что девочки очень часто мне пишут, зная мою ситуацию, как я переживаю свои отношения на расстоянии. То есть, чем я себя занимаю, как я с этим справляюсь, чтобы, не знаю, мне это не казалось таким ужасным. Хотя мне на самом деле это кажется очень ужасным, но все-таки я научилась немножко проще относиться к этой ситуации. Я согласна, что поначалу это очень-очень тяжело, потом ты более-менее привыкаешь и уже как-то проще к этому относишься. Но все равно отношения на расстоянии, это действительно очень-очень тяжело, и не все отношения проходят такую проверку. Я считаю, что это самая-самая огромная проверка, это именно расстояние. Поэтому, если вы запрашивали это видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. И, наверное, если бы меня сейчас спросили, что мне больше всего помогло пережить вот такую ситуацию, которая длится на протяжении двух лет, то есть из восьми лет, что мы вместе, шесть лет мы жили бок о бок, и два года сейчас Женя работает за границей, то есть он месяц там, две недели дома, или три недели там, две недели дома. В общем, не суть важная. Я бы, наверное, сказала, что это, конечно же, Ютуб, потому что появление его в моей жизни очень сильно и много заняло моего свободного времени. Ну, помимо этого, конечно, и работа, то, что я там хожу делать макияж или ко мне приходит, особенно если начинается сезон какой-то, то это происходит довольно часто. И когда ты уже смотришь на часы, бывает, что времени уже достаточно много, и там пора ложиться спать, пока закончишь все дела, то есть ты не успеваешь думать об этом моменте, что любимого человека, ну, как бы рядом нет. Но если в вашем времени есть какие-то очень-очень большие промежутки, то есть вы ничем не заняты, то, конечно, ваша голова будет постоянно этим забита. Первое время, когда Женя только уехала, у меня еще не было как бы канала, потому что канал моему год, работает он там уже два года, то я сходила с ума от того, что и тогда курсы я еще не закончила, но меня еще как-то более-менее спасала моя учеба, но она была тоже не каждый день, то есть если она была в какой-то день, то я очень поздно вечером приезжала домой, у меня не было просто сил ни о чем думать. Конечно, в процессе дня мы с ним и перезванивались, и как-то переписывались, потом хорошо, что придумали разные какие-то мессенджеры, что можно в них там поговорить, увидеть человека, но это все равно никогда не заменит настоящего общения. Ну, в общем, как бы да, если меня спросили, я бы, наверное, сказала, что в целом это YouTube, но это было бы слишком просто, потому что, ну, во-первых, не каждый может завести себе канал, не каждый может стоять вот перед камерой что-то рассказывать, часто не бывает хорошего оборудования, ну, в общем, в этом тоже есть очень-очень много разных нюансов, когда у вас просто не получится, например, открыть свой канал. Но если вы хотите, вы можете рискнуть, и возможно, что все пойдет как по маслу, и тогда вы научитесь переживать эту разлуку. Ну, конечно, YouTube — это не панацея. Вообще, я заметила очень часто, я не знаю, может быть, это как-то, ну, неподсознательно, я очень часто дома развожу бардак, как бы это смешно не звучало, но я заметила потом, когда я вот убираюсь, я меньше думаю о том, что я одна. То есть такое чувство, что мой мозг, мой организм так как-то защищается вот от негативных мыслей, эмоций. То есть я наведу дома такой бардак во всех комнатах, которые у меня есть, и потом вот я целый день, если он у меня совершенно свободный, я хожу и убираюсь. Вот. Но также, например, очень хороший способ был у меня такое одно время, что я задумала учить английский язык, так как в школе та база, которую нам дают, мне недостаточно. Блин, какая муха противная, постоянно тут перед камерой. Той базы было недостаточно, как бы английский знать очень хотелось. Я, например, могла познакомиться на каком-нибудь сайте, есть такой сайт, он, по-моему, называется LifeMucha или LifeMook, я точно не помню. И там можно было познакомиться с какой-то иностранкой, либо иностранцем, и заниматься с ними английским языком. Я сделала так, что я там стала учителем, то есть я преподавала там русский, а сама брала уроки английского. И где-то по 3-4 часа в день я занималась английским, и также занималась русским с другими учениками, и мне это тоже очень помогало. Так что, если, например, у вас есть такие отношения на расстоянии, то зарегистрируйтесь на каком-то сайте и попробуйте поучить язык. Если вам будет интересно, я ссылку оставлю на этот сайт снизу. Там очень классный вообще сервис, там очень много программ, которые вы можете изучать. И это действительно, ну, как бы, знание языка подняло на определенный уровень. Вот. Чем еще можно заниматься? Ну, как вот? Ну, я говорю, сейчас у меня в голове только вот, если бы сейчас меня спросили, я бы, конечно, сказала, что это YouTube и вот занятия макияжем, потому что они очень много времени занимают. Также очень-очень большое, ну, как бы, со своей бабушкой я и так постоянно была в прекрасных, хороших отношениях, потому что, ну, как бы, все время родители раньше работали, и бабушка, и меня, и мою двоюродную сестру очень часто занималась, как бы, воспитанием. И когда Женя стал работать за границей, я настолько сблизилась с бабушкой, что я тоже уже в своей жизни просто не представляю без нее, потому что, например, каждый день, когда у меня тоже есть свободное время, к часу или к двум я хожу к бабушке, мы там кушаем, общаемся, потом вместе с ней идем на огород, то есть очень много времени я с ней провожу, и она тоже помогает скрасить мое одиночество, так как все мои подруги, с которыми я знакома в реальной жизни, заняты, и кто-то занят постоянно работой, кто-то уехал за границу, и мне, конечно, этого общения не хватает. Поэтому, если у вас есть какие-то родственники, но они, конечно же, есть, но я имею в виду, что поблизости, может быть, живут с вами в городе, попробуйте, найдите с ними совместные занятия. Если, например, у вас есть сестра, у которой есть детки, либо брат тоже, у которого есть дети, то повозитесь со своими племянниками, потому что это тоже очень-очень сильно помогает и скрашивает ваше одиночество. Когда вы находитесь в окружении детей, то мысли все как бы к ним и прикованы, вы занимаетесь постоянно детьми. Также меня спасали книги. У меня есть привычка еще с университета и со школы, я очень рано научилась читать, и в свое время я просто... У меня маленький город, у нас одна городская библиотека, и я очень часто ходила, буквально, наверное, каждые два дня в библиотеку и брала оттуда книги, и просто я их все там перечитала. Уже, наверное, не оставалось книг, которые не читала. Книга действительно помогает тоже скрасить ваше одиночество. Только вот, на мой взгляд, это не какие-то там, ну, знаете, такие романы, которые... Вот сейчас очень много вышло таких книг написанных, ну, что-то типа... Ой, даже не знаю, что в пример привести. Ну, такие вот дешевые романы, которые, например, лично у меня, я парочку пробовала читать, и у меня никаких эмоций не вызывали. Я люблю читать классическую литературу. Это еще такая привычка у меня именно с университета, потому что я училась на русской филологии, и нам давали просто, просто нереальные списки с литературой, которые нужно было прочитать. Там были как и зарубежная литература, так и что-то из русской классики. И очень много книг, конечно, которые я за школьное время не успела прочитать, я сейчас их перечитываю. То есть книга со мной всегда либо у меня в телефоне, либо на планшете, либо это какой-то бумажный вариант, который мне нравится гораздо больше, потому что я люблю ощущать книгу в руках. Поэтому, так, это еще книга. Ну, если, например, у вас есть какие-то таланты, вы умеете красиво рисовать, я всегда завидую людям, которые умеют рисовать. Вот, честно, конечно же, белой завистью, хотя для меня она вся черная, но я не знаю. Ну, действительно, у меня есть, берут мне такие завидки, когда я вижу, что человек умеет рисовать. Это настолько прекрасно. И если бы я умела, я бы, наверное, все свое время занимала рисованием каких-нибудь картин. Это очень-очень здорово. Если вы умеете писать стихи, пишите стихи. Это тоже очень помогает. Если вы пишете рассказы, то это тоже, безусловно, просто вам поможет. Нужно каждую свободную секунду себя чем-то занимать. И мне еще очень, например, нравится найти какой-нибудь макияж. Если вы интересуетесь, например, косметикой очень сильно, ну, если вы смотрите YouTube, то, скорее всего, вы интересуетесь косметикой. Очень здорово найти какой-нибудь макияж, какой-нибудь урок макияжа на канале, я не знаю, у любого блогера, также из-за граничного какого-нибудь, либо нашего, и попытаться что-то произвести тоже на своих глазах. Это безумно интересно. Сфотографировать потом результаты, если все получилось отлично, гордиться собой. Ну, а если что-то не получилось, то пробовать еще и еще. Тем самым вы набиваете руку и занимаете свое свободное время. В общем, способов, на самом деле, очень-очень много. Ну, мне сложнее, потому что у меня нету в моем маленьком городе сейчас подруг из-за того, что все разъехались. У меня есть только мои родственники. Но моя семья – это вообще самое святое, что у меня есть. Поэтому какое-то свободное время, если оно у меня есть, я посвящаю своей семье, маме, папе, бабушке. У меня брат еще есть. Если также у вас есть братья или сестры, родные, например, если вы с ними не живете, то приглашайте их в гости, общайтесь с ними. Это тоже скрасит ваше одиночество. Играйте в настольные игры. Потому что настольные игры – это вообще просто отдельная тема. Даже для сохранения ваших отношений, то есть для поддержания их, если вы занимаетесь какими-то совместными вещами, это очень-очень укрепляет. Я уже как-то рассказывала в своем видео об отношениях об этом. И многие писали там только положительные отзывы о том, что кому-то такие нехитрые советы помогли, отношения улучшились. Я думаю, что люди говорили правду, потому что, может быть, на такие мелочи мы часто, не обращая внимания, думаем, ой, да какие глупости, как настольная игра может сблизить, а это действительно так. И к моему великому сожалению, здесь тоже есть одна такая очень большая негативная сторона – это то, что не все отношения переживают расстояние, потому что это очень огромная проверка, и часто пары распадаются. И даже у меня есть живые примеры, когда все-таки люди расходились, потому что не могли сохранить либо семью, либо просто свои отношения, потому что не могли преодолеть это, не могли не занять себя чем-то, чтобы об этом постоянно не думать. Вот просто я считаю, что это в какой-то степени эгоизм, потому что очень часто люди находятся в разлуке не по своей прихоти. Это может быть либо какие-то командировки, но подумайте о том, что человек зарабатывает деньги для семьи. Это может быть либо учеба, и человек тоже не может просто так сорваться и приехать к вам в любой момент по вашему щелчку. Поэтому всегда думайте не только о себе, что вам плохо, но подумайте о той стороне, что там тоже кому-то очень не сладко без вас. Так что вот, девчонки, я на самом деле сама все эти правила соблюдаю, о которых я вам сказала, то есть это не какие-то придуманные, вымышленные только сейчас, это то, что я на самом деле делаю, и некоторые из них, конечно, смешные, как наведение беспорядка, но действительно это очень-очень помогает. Кстати, я еще очень часто делаю перестановки, и меня это тоже успокаивает, хотя мне потом жутко болит поясница, но зато я довольная собой, и уже потом смотрю на часах уже 9 вечера, в общем, на плохие мысли не осталось времени. Я надеюсь, я выполнила запрос, если у вас есть какие-то свои способы, как пережить вот эту разлуку временную, напишите мне, я обязательно буду тоже следовать вашим советам, давайте пообсуждаем, с чем вы согласны, с чем нет, и увидимся в следующем видео, пока!